Всем привет, друзья! С вами Неро Янг, и сегодня мы сделаем обзорчик на Bicycle Skull. Отличная колода со стандартными лицами, подходит идеально и для фокусов, и для кардистри. Давайте приступим! Итак, эту шикарную колоду мне прислал магазин Magic Store. Приобрести вы её можете там, ссылочка будет, конечно же, в описании. И давайте рассмотрим саму колоду. Это колода с черепами, то есть у нас вот такая вот рубашка. Шикарная, как по мне. Я особо не любитель дизайнерских колод, но вот это неплохо. Итак, давайте не будем застрять внимание на коробочке Aircution Finish, всё как обычно, то есть стандартная такая колода. Давайте вытащим наши карты. Все-все-все-все-все-все. Ничего там нигде не потерялось. Рекламная карта, естественно. Ничего нового, как говорится. Далее у нас идут вот такие вот карточки. И у нас здесь где-то должно быть... О! Да! Дабл-бэк для ваших фокусов, ребят. То есть такой хороший бонус. При том, что колода, в принципе, дешёвая. И поэтому, если в ней есть дабл-бэк, это хорошо. Чуть позже покажу, что с ним можно сделать. Один из фокусов. Далее мы давайте посмотрим. Лица у нас стандартные. Всё по стандарту. Так, так, так. Вот наш Tuse Big. Вот так вот он выглядит. И джокеры один цветной, один обычный. То есть такой классический набор с изменённым тузом, с дабл-бэком и с шикарной рубашкой. Вот такие вот веера у нас получаются. Если они получаются плохо, это просто я их не умею делать, ребят. Я не любитель вееров. Давайте спред сделаем. Вот как-то так. И попробуем перемешать. Ну, примерно вот так. И давайте Riffle Shuffle ещё один всё-таки сделаем. Вот такие вот дела. Мне очень понравилась эта колода. Колода, в принципе, шикарная. То есть особо рассматривать тут нечего. Такая красивенькая рубашка. Симметричная, что самое главное. И давайте я вам покажу фокус. С нашим дабл-бэком. Вернём все эти карты куда-нибудь в колоду. Перемешаем немножко. И закинем вот сюда какую-то случайную карту. Что же это за карта? И зритель берёт абсолютно любую карту. Может загадать в уме. Допустим, вот эту. Он её запоминает. Это у нас Валет Пик. И он у нас отправляется куда-нибудь в центр колоды. Здесь у нас лежала карта предсказания. Давайте посмотрим, что это за карта. И это, естественно, Валет Пик. Вот такой вот трюк. И давайте, конечно же, чтобы было не очень скучное видео, один обзор. Расскажу секрет этого фокуса. Итак. Нам понадобится, естественно, дабл-бэк карта. Мы делаем пару фальш-подснятий. Чтобы эта карта осталась наверху. И кладём её вот сюда. Далее просим зрителя вытащить абсолютно любую карту. Допустим, вот эту. Мы её можем знать. Нам её нужно знать. И кладём её вот так вот сверху. После этого делаем любой контроль, который вам нравится. Я использовал вот такой. Перевернул карту. Поднял где-то пол колоды. Ну, приблизительно. И сделал следующий контроль. Большим и средним пальцем вот так вот сделал. Но забрал не верхнюю карту, а нижнюю. И в скорости это выглядит примерно вот так. Четыре буби. Отлично. Уберём её куда-нибудь в центр. Теперь я делаю брейк мизинцем. Забираю карту. И делаю двойной подъём. При этом из-за дабл-бэка у нас нет никаких лишних карт после этого. То есть мы сразу слистываем и показываем, что всё окей. И после этого я где-то пролистал столько карт и перевернул их. Потому что они закрывают наш дабл-бэк. Что всё окей. Вот такой вот трюк. Вот такая вот колода карт, которую вы можете приобрести на сайте Magic Store. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.